Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим шоколадный брауни. Более шоколадного десерта, чем брауни сложно придумать. Это мощный вкус, аромат, изумительная текстура и настоящее сладкое волшебство. А готовится такое пирожное, как неудивительно, довольно просто и относительно быстро. Рецептов брауни огромное множество. В шоколадное тесто добавляют и кусочки шоколада, и разные орехи, и цедру, и сухофрукты. Также в брауни нередко добавляют свежие или сушеные ягоды. Можно экспериментировать, не ограничивая свою фантазию, но начать лучше, конечно же, с классики. Подготовим все необходимые ингредиенты для брауни. Подробный список также будет в описании под видео. Этот десерт готовится очень быстро и просто, нам даже не понадобится миксер. Сразу подготовим форму для выпечки. У меня квадратная, размером 21 на 21 сантиметр. Я ее застилаю силиконизированной пергаментной бумагой и пока отставляю в сторону. Шоколад со сливочным маслом растапливаем на паровой бане или в микроволновке, до получения гладкой однородной массы. Здесь нужен именно темный шоколад с содержанием какао-продуктов не менее 55%. От качества шоколада будет зависеть вкус десерта. Чем выше процент, тем вкуснее. Если у вас шоколад в плитке, то предварительно поломайте его на небольшие кусочки или нарежьте ножом. Снимаем шоколадную массу с водяной бани и даем немного остыть. А пока в отдельную емкость отправляем яйца и слегка их размешиваем до объединения белка и желтка. Теперь к яйцам добавляем сахар, ванильный сахар, щедрую щепотку соли и тщательно все перемешиваем венчиком. Добавляем сюда шоколадно-масляную массу и снова все перемешиваем. Теперь в эту массу через сито добавляем муку и какао-порошок. Просеиваем, разминая все комочки, которые обычно есть в какао и замешиваем гладкое однородное тесто. И в этот момент по желанию можно ввести любые добавки. Переливаем полученную массу в форму для выпечки. Хорошо разравниваем и сразу же отправляем в разогретую до 175 градусов духовку режим вверх-вниз без конвекции. Я выпекаю на среднем уровне. У меня он выпекался 20 минут, но время выпечки зависит от толщины теста в форме. При всей своей простоте и элементарности у брауни есть одна отличительная особенность. Их никогда не пропекают до конца. У правильно приготовленного брауни зубочистка не должна выходить полностью сухой и чистой. Сразу же прямо в бумаге вынимаем из формы и даем полностью остыть на решетке или на деревянной поверхности. Этот десерт лучше не допечь, чем перепечь. Сверху должна образоваться тонкая хрустящая корочка, а внутри брауни должен остаться слегка влажным, кремовым, но не жидким. Нарезать на кусочки нужно полностью остывший брауни или немного охлажденный в холодильнике. Брауни можно подавать теплым, комнатной температуры или сильно охлажденным. В теплом виде брауни нежные, а в холодном виде они плотные и похожи на хорошую шоколадную конфету. Хранить брауни нужно в герметично закрывающемся контейнере в холодильнике. У них очень яркий, насыщенный шоколадный вкус и они очень сытные. Поэтому достаточно даже небольшого кусочка, чтобы насладиться в полной мере. С кофейком это просто божественно! На мой вкус брауни вкуснее всего в теплом виде, так как после холодильника для меня они слишком плотные. Перед подачей я их достаю из холодильника и немного прогреваю в микроволновке. Сверху десерт можно полить шоколадным ганашем, карамелью, подать его со взбитыми сливками, с мороженым или просто посыпать сахарной пудрой. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте! Обязательно подписывайтесь на мой канал! А сегодня на этом все! Увидимся в следующих видео!